Всем огромный привет! Сегодня по традиции, так как закончился октябрь, будет видео о пустых баночках за этот месяц. Начну я с детского мыла, которое я приобретала в Fixed Price. Мыло от нуля плюс идет с экстрактом ромашки. Ромашка и календула тут содержится. Такой приятный аромат, действительно что-то ромашка, календула. Прослеживается в этом аромате. Здесь аж 500 мл, хороший объем. Очень понравилась упаковка, удобная, помпа большая. Как можете видеть, мыло немножко осталось, оно такое кремовое. Я его доиспользую еще, но мне просто нужна будет эта упаковка, чтобы перелить другое средство. Также для ребенка и будет мне в дальнейшем удобно использовать то средство. Могу посоветовать, стоило оно 51 или 55 рублей, никакой аллергии не вызвало, нормальное мыло. Из коллекции Домфа Берлик средство для мытья посуды с ароматом эвкалипт от нуля плюс. Тоже можно мыть и детские какие-то игрушки, бутылочки, посуду. Здесь очень интересный аромат эвкалипта, вот что-то медицинского немного такое прослеживается. И чем же отличительна именно это средство для посуды? Тем, что в составе здесь содержится антибактериальная добавка. В других, по-моему, этой добавки нет. 111,92 был артикул этого средства, 500 мл. Я постоянно их покупаю, различные ароматы. Поначалу мне этот аромат не очень понравился, как-то не мое. Но впоследствии, когда я использовала его, я уже привыкла к нему и уже нормально к нему относилась. Повторять буду или нет, не знаю, если только по хорошей акции, по хорошей скидке. А так у меня есть другие ароматы в любимчиках. Следующее средство также из коллекции Домфа Берлик. Это уже мыло для кухни, устраняющее запахи с ароматом орхидеи. Одно из любимых моих ароматов, представленных в этой линейке. Там их очень много и каждый, мне кажется, найдет по своему вкусу. Удобная помпа, удобная упаковка. 112,10 артикул. У меня такое мыло где-то на месяц хватает от этой упаковочки. Поэтому в каждом видео о пустых баночках практически у меня оно фигурирует. Очень приятно, справляется со своими свойствами, мне нравится. Вот такие два саше из этой же линейки. Цветочный вальс и цитрусовый джаз. Хватает на самом деле их ненадолго. Но может быть недели на две максимум. И то это нужно прям принюхиваться. Очень сильный яркий аромат первые дни, первую примерно неделю, дней пять. Очень яркий аромат в комнате стоит. И крючок, конечно, удобно можно повешать куда-нибудь, например, в шкаф. У меня один висел в шкафу, а другой был в комоде. И в комоде, так как пространства меньше, там аромат держался дольше. Цитрусовый джаз. Действительно приятный цитрусовый аромат. Цветочный вальс мне понравился больше. Поэтому я его заказала еще. У него приятный цветочный аромат. Но не советую нюхать их прям вот приблизив к носу из упаковки. Так как аромат будет очень сильный. И даже спиртовой немного. Потом, когда подвыветрится, он намного вкуснее. У Дениски закончился крем от Джонсонс Бэйби. Тройная защита для малыша. 250 мл. Увлажняющий нервность природы. Успокаивает чувствительную сухую кожу. В общем-то, этим кремом не обязательно именно малышу пользоваться. Может и мамочка. Вполне им пользоваться. Очень приятно. Ненавязчивый такой кремовый аромат. И мне очень понравился этот крем. Здесь, может быть, немножко так остав... Нет, все вымазала. Все вымазала. Мне самой этот крем очень понравился. То есть, я и Дениску мазала, и себя заодно. Хорошо увлажняет и даже немного подпитывает кожу. Мне очень понравился. Повторять пока не буду. Хочу другой крем попробовать от Фаберлик. Но советую к приобретению. Закончился гель от Фаберлик. Из линейки Витамания. Киви Авокадо. Аромат больше, конечно, киви. Но, знаете, все равно такая маслянистая нотка авокадо в нем присутствует. И чем дольше ты им пользуешься, тем больше ты эту нотку прослеживаешь. 200 мл. Очень удобная, маленькая, милая упаковка. Гель был именно гелевый, не кремовый. Приятный аромат. Он не сильный, кстати. Я не скажу, что он прям всю ванну благоухал. Но приятный. Вот такая большая пустая баночка закончилась. Это шампунь Клер. Против перхоти питающий шампунь. Как я и говорила в покупках, питающий шампунь мог меня насторожить. Но то, что он идет для баланса жирности кожи головы и цитрусовой эссенции, обычно такое наполнение для жирных волос должно подходить. У меня очень жирные корни и, конечно же, вот он мне не подошел. Все-таки он действительно питающий. Он все-таки для сухих волос и точно не для жирных. Нет. У меня он плохо промывал волосы и у меня они были как сосульки уже к вечеру. Я кое-как примерно до половины, наверное, допользовала. И то, наверное, даже меньше половины. Потом я отдала его мужу. Муж уже его использовал. Муж ничего негативного не говорил. Он у меня не эмоциональный в этом плане. Но если ему что-то не нравится, то он этим пользоваться не будет. Он был кремовым, прям густым таким кремовым шампунем с очень приятным ароматом. Аромат обалденно приятный. Но вот для жирных волос вообще не советую. И еще одна пустая баночка мужа. Это пена для бритья Лансиот. Мужская линейка Фаберлик. Мне аромат этой линейки вообще никак не нравится. 200 мл. Для меня он сильный, для меня он удушливый. Но сама пена по свойствам хорошая. Она плотная и хорошо работает. Доиспользовала вот такое драгоценное молочко. Красоты от Гарнир Боди. Если бы мне Анюта его не прислала, я бы, наверное, сроду бы его не купила. Молочко очень понравилось. Обалденный аромат. Аромат напоминает линейку от Ифраше, традиции Хамама. И сколько бы я не пользовалась этим молочком, я убеждалась постоянно в этом. Очень приятный аромат. У вас точно здесь 4 ценных масла содержится. Органа, Макадамия, Миндаль Роза. Молочко питательное. Оно и не жирное, как заявлено, да, и не липкое. Но ему надо дать время, чтобы все-таки оно впиталось. Поэтому я использовала его исключительно вечером. Наслаждалась ароматом этим. Помпа. Все очень удобно. Все достается. Никак там помпа не забивается. 250 миллилитров было. И состав здесь, кстати, тоже неплохой. С удовольствием использовала. И спасибо, Анют, за такой вот презент. Молочко могу посоветовать. Оно хорошо ухаживает за кожей. Еще одно средство Дом Фаберлик. Это водный спрей, свежитель воздуха. С цветочным ароматом. Этот спрей у меня как-то по аромату не очень зацепил. У меня есть другие любимчики в этой линейке. Но сам, конечно, распылитель отличный. И мне нравится, что здесь есть такая заглушка. Если ребенок возьмет, он себе в лицо ничего не распылит. Если, конечно же, вы не забудете эту заглушку закрыть. Аромат вроде бы и приятный. Действительно цветочный. Но вот меня он никак не зацепил. Я его себе повторять не буду. Артикул, давайте скажу. 11-228. Такая большая упаковка жидкого мыла от Organic Shop. Закончилась эта мягкая упаковка. И, соответственно, она стоит дешевле, чем брать это же мыло в какой-либо баночке. Здесь содержится алоэ вера и молоко. Оно смягчающее. Оно немного кремовое было. Барбадосское алоэ. Конечно же, без осыл и аспарабенов, силиконов. Мыло по свойствам мне очень понравилось. Оно хорошо промывает ручки. Имеет приятный аромат. Не навязчивый такой травяной. Да, алоэ все присутствует здесь. И состав неплохой. В общем-то, мыло мне понравилось. Закончились влажные гигиенические салфетки от Faberlic. Различные покупал. Все, которые были представлены там. По 15 штук. С ароматом алоэ. И весенний букет. Самый вкусный. Это весенний букет. Очень мне понравился. Сами салфетки по качеству отличные. Они плотные. Нормально пропитаны. Отдушка приятная. Конечно, можно найти подешевле салфетки. Но я не скажу, что цена у них уж слишком велика. Покупала в Литуале маску Патч. Глубоко очищающую. Тканевую. С экстрактом листьев чайного дерева. Здесь одна штучка идет. Скин. Ниц. Произведена маска в Корее. Здесь экстракт листьев чайного дерева. Должны глубоко и интенсивно очищать кожу. Сбавляет ее от черных точек. Успокаивающее действие. Также восстанавливает и выравнивает кожу. По действию маска средний работает. Я не скажу, что вау эффект какой-то она у меня вызвала. Я себе больше повторять такую не хочу. Какого-то очищающего момента на коже я особо не ощутила. Она выравнивает немного тон лица. Уважняет кожу. В общем-то все. Больше я особо ничего такого не увидела. Но и применяла я ее, конечно же, всего лишь один раз. Может быть, именно от одного раза эффекта я не увидела. Стоят они в Литуале недорого. Но я, наверное, все-таки не посоветую ее к применению. От Фаберлик закончилась вот такая очищающая пудра для умывания соус из линейки Эксперт Фарма. У нее довольно-таки интересная упаковка. Первый раз такой продукт мне попался. Значит, так открываете. Это, как можете видеть, уже выковырила я все сама. Были просто сделаны вот такие точки по кругу. Но почему я, в общем-то, выковырила все это дело? Так как, уж не знаю. Может быть, я неправильно применяла. Стояло у меня все это в ванной. Я высыпала себе на руку, потом распределяла по лицу. Но у меня постоянно забивались вот эти вот дырочки маленькие. Впоследствии вообще в комок превратилась вся эта пудра. Поэтому ужасно она достается. Просто отвратительно. Я уже потом психанула и сделала большую дырку. И просто выковыривала. И то она там еще немного на дне осталась. Была она желтая, лимонного запаха. Сама пудра по действию неплохая. Она на утреннее применение мне очень нравилась. Она не стягивает кожу, очищает ее. Но таких вот вау заявленных свойств, какие нам предлагает Фаберлик, на мой взгляд, она все-таки не делает. 16-73 у нее артикл и 10 грамм здесь всего лишь было. Пудра содержит салициловую кислоту, которая подсушивает воспаление и предупреждает возникновение угревой сыпи. Нет, в этом, мне кажется, она абсолютно не работает. А как просто очищающая на утро, то да. Но из-за ее упаковки я себе больше убрать не буду. Закончились два продукта из декоративной косметики. Это тональный крем и тушь. Давайте с тонального крема начнем. Тональный крем FF от Фаберлик Фил Фреш. Артикл у него 6128. Здесь содержится SPF 15, 30 мл. И идет он с гиалуроновой кислотой. То есть это еще и уходовое средство. Помимо тонального, мне оно очень нравится. Один из лучших, на мой взгляд, тональных, которые есть у Фаберлик. Он одного оттенка подстраивается под тон кожи. Но совсем бледноличиком, я думаю, все-таки не подойдет. Свежий, естественный вид придает. Ровный тон дает. Здоровое сияние. Да, он, кстати, такой подсвечивающий с эффектом сияния. Но даже для моей жирной кожи он неплохо смотрится и подошел. Здесь очень удобный носик, с которого все хорошо дозировано достается, выдавливается. Очень вкусный, сладкий, даже немного с выпечкой, с нотками выпечки аромат. Этот тональный ведет себя хорошо с утра до вечера. Но он, конечно же, не перекроет вам каких-то очень уж явных огне, каких-то покраснений. Покрывающая способность у него средняя, он не настолько плотный. Хотя, когда вы выдавливаете, его текстура у него такая довольно-таки плотная. Но при разнесении это все намного легче выглядит. Очень приятный, очень комфортный. В поры не проваливается, особо не подчеркивает шелушение. В общем, очень осталось довольна этим тональным. Я себе его обязательно как-нибудь повторю. Что касается туши, то туши тоже от Faberlic, линейка Secret Story, 5598, у нее артикл. Долго я ее использовала, но у меня потому что в ходу очень много туши. И вот такая кисточка у нее, объемная, большая. Туши из этой линейки мне нравятся. Они дают хороший объем, дают удлинение. Реснички красиво смотрятся. Она, тушь имеет кремовую такую консистенцию, которая хорошо обволакивает реснички. Не осыпается. Очень классная тушь. Могу посоветовать ее брать по каким-либо скидкам. Потому что в каталоге линейка Secret Story все-таки, ну не совсем уж дешевая. От Эко-лаборатории закончился крем-маска для рук. Убокое питание, восстановление. Это линейка, которая позиционируется как натуральная, без силиконов, парабенов. Очень хорошие, активные ингредиенты. Это органическое масло авокадо, протеины кашемеры, фисташковое масло. Отличный состав, 100 мл. Очень плотная консистенция. Далеко не сразу впитывается. Надо подождать. И, конечно же, это только вечерний уход за ручками. Не знаю, как маска, не маска. Но у меня был крем из этой же линейки, только с другими добавками. И, в общем-то, по действию они одинаковые. Действительно подпитывает ручки. Неплохо они себя чувствуют. Для меня имеет очень приятный аромат. Конечно, каждый раз с удовольствием использовала. С удовольствием нюхала этот аромат. Как ты в покупках фикс-прайс обещала показать вам пасту вот эту. Силка Мет. Она немецкая, якобы немецкая технология. С кальцием для всей семьи. Придает свежее дыхание. Защищает от кариса и эффективное очищение. Паста довольно-таки неплохая. Стоила она, по-моему, 55 рублей. Фикс-прайс. И да, она дает освежение. Она хорошо очищает зубы. И свежесть дыхания. Все дает. Мне паста понравилась за такую стоимость очень даже. Почти добила вот такое средство. Это облепиховый комплекс масел облепиха Сибирика. Очень долго он у меня был. Очень долго стоял. И у него уже как раз-таки подошел срок годности. Поэтому уже прям до самого-самого конца не буду использовать. Это масло наносится на кончики волос. Так как это облепиха Сибирика, соответственно, это, конечно же, натуральные компоненты. Удобная здесь идет такая пипеточка. Все хорошо достается. Им можно переборщить. Поэтому все нужно в меру. Мне, в общем-то, одного нажатия на мои волосы. Но у меня они тонкие. Поэтому мне много масла такого не надо. Оно предотвращает сечение и ломкость. Действительно так и есть. Плюс еще как термозащита помогает при использовании каких-либо термоукладочных средств. С удовольствием я его использовала именно на длинные волосы. Когда я их обстригла, то вот тогда у меня и затормозилось оно в применении. Так как уже особо было не нужно. Но могу посоветовать. Особенно у кого длинные волосы. Очень хорошее масло. Приятный аромат. Не сильно навязчиво облепиховый. И вот именно у этого масла оно не такое сильное, как у шампуня, например. Очень понравилась маслица. Да, могу посоветовать. Крем, который, наверное, все-таки разочарование, нежели понравился. Это крем от Веледа для кожи вокруг глаз. Здесь содержится 10 мл. И да, здесь хороший состав, так как это Веледа. Срок годности не такой большой. Называется он розовый разглаживающий крем для контура глаз. Крем, который уменьшает первые морщинки вокруг глаз. Соответственно, возраст, ну, наверное, 25 плюс примерно так используется. И как, наверное, у многих кремов от Веледы, аромат у него такой своеобразный, но терпимый. Этот крем дает небольшое увлажнение. Поэтому использовать его можно только летом. На зиму, на холодное время года, мне его точно не хватает. Хотелось бы питания какого-то или более глубокого увлажнения. Но вот как-то нет. Все-таки я бы не сказала, что оно как-то очень работает. Немножко совсем увлажняет кожу под глазами. И все. Про морщинки молчу, конечно же. Ну, нет, думаю, за свою стоимость не стоит такой крем приобретать. На этом я буду с вами прощаться. Вот такие пустые баночки у меня собрались в октябре месяце. Надеюсь, было вам полезно, информативно. И вам будет проще сделать выбор в пользу какого-либо продукта. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И до скорых встреч. Пока-пока.